Вот теперь послушайте меня внимание. Видите, вот когда парень с девушкой знакомится, здесь все должно быть скромно. Энергия любви между ними вообще не движется, она очень крупкая и надо вести себя очень аккуратно. Если парень, допустим, с вами знакомится, такой улыбается сильно, знаете, это значит, он вас охмуряет, он хочет секса просто и он очень опытный в этом. А если парень знакомится, он стесняется, такой приносит вам святые, допустим, боится с вами поговорить, это значит, что он очень хороший человек, он вас любит, но энергия любви между вами только начинает двигаться и поэтому она очень ранимую природу имеет, очень деликатную и здесь уже игры не будет. Игры не будет, потому что она начинается тогда, когда люди начинают жить вместе. А когда они знакомятся, если вы видите, что парень так себя ведет, это очень опасно. Это означает, что он может вас предать. Видите, он вам сбил крышу сейчас. Вам нужно от него чуть-чуть отдаляться, вести себя очень ласково, игриво и на расстоянии. Таким образом вы сохраните этого человека и поймете его намерение. Он сейчас завоевывает вас и очень успешно. Дальше потом постель, пленка под задом. Обычно такая классика жанра. Когда женщина теряет в отношениях с мужчиной себя, она становится вообще неинтересной и скучной. Вы помните, когда мужчина слишком игриво знакомится, это значит, что он несерьезный человек. Когда женщина подпустила слишком близко мужчину, она ему становится уже не нужна и он теряет ответственность к ней и интерес. Единственный выход, это его опять отодвинуть и начать все сначала. Начните сначала, отодвиньте его и не давайте ему. Вы же сильнее, вы обладательница энергии любви, вы сильнее мужчины. Не подпускайте к себе и все. Женщина, я сто раз вам об этом говорил, и вы все равно меня не слышите. Вы верите в современную культуру, не понимаете, что она не поможет вам выйти замуж. Куча людей живут гражданским браком по 20 лет. Только из-за того, что женщины не понимают, как вести себя сначала в отношениях. Не подпускайте себе мужиков. Они это оценят на всю жизнь. Это самое лучшее для мужчины, когда женщина ведет себя целомудренно и она по-доброму, ласково себя ведет с ним, но очень жесткая дистанция. И это ценится невероятно просто любым человеком. Это женщина настоящая и с ней можно только жениться. Любой мужчина это поймет, что эту девушку надо брать замуж, а эту надо класть в постель. И та, которой надо класть в постель, никогда не хочется брать ее замуж. Никогда. Поверьте мне, я мужчина, я знаю это точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.